Нозализация изменений звука, состоящая в приобретении звуком носового тембра и вызванное поднятием нюбной занавески и выходом голоса одновременно через рот и нос. Нозализации в языке могут подвергаться звуке в положении перед носовыми. При дальнейшем развитии нозализации такие звуки могут переходить в носовые. Носовые согласные после носовых гласных такого происхождения нередко подвергаются утрате. То же было в общеславянском языке, предки русского и других славянских языков. Славянские языки в общеславянском языке, предки русского и других славянских языков имелись носовые гласные звуки А и Е, но в ходе языковой эволюции все они были утрачены в современных славянских языках. Только польский язык сохранил данный архаизм в виде современных звуков А и Е, которые в русском упростились. Джезик икте – язык. Мас икте – муж. Романские языки. Классическая латынь не имела носовых гласных. Однако в ходе дивергентного развития романских языков произошла нозализация гласных в языках с сильным кельтским субстратом. Эсэр, лад, лонг усэкте, лонг, эл, длинный, нумолд, лунг, лунг без нозализации, лад, джермана икте, ирма, нойспхермана, сестра, без нозализации. Нозализация в романских языках на письме обозначается как позиционно, например о перед согласными МИН, так и диокритиками типа Портук. А индийские языки. Ану свара, Чандрабинду. Источники. Нозализация звуков. Статья из Большой советской энциклопедии.